Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы каждый день можете посмотреть огромное количество новых и свежих видео по танкам. Я снимаю обо всем, что происходит в нашей игре, обо всем, что появляется. И для того, чтобы абсолютно ничего не пропускать, подписывайтесь на оба моих канала, где я публикую разные видео. Почему стоит это сделать? Потому что в этом видосе мы посмотрим с вами открытие 45 контейнеров вот этих вот, которые появились на продаже, а именно контейнеры плохая компания. Единственное, что не я открывал эти контейнеры, но я думаю, сути это особо менять не будет. Почему открывал не я, точнее не так, почему я их не открывал, объясню чуть позже. Ну а в отношении второго моего канала рекомендую перейти по ссылочкам, которые я положил в описании, потому что там вы найдете абсолютно честные обзоры на набор про вот эти вот типа железные спутники, ну и соответственно на каждую из этих машин по отдельности. Поэтому переходите по ссылочкам, друзья мои, ну и соответственно смотрите, если вы присматриваетесь к этим машинам и думаете покупать или не покупать. Почему я не буду открывать контейнеры плохая компания? Все в принципе очень просто. Дело в том, что все, что здесь собрано из плохой компании, как вы видите, у меня в коллекции есть. Поэтому открывать контейнеры за голду ради того, чтобы получить компенсацию голдой, причем не очень больших размеров, я лично не вижу абсолютно никакого смысла. Открывать контейнеры за золото ради того, чтобы получить из них золото, ну как бы тоже не вариант. Если бы каких-то танков не было, то можно было бы рискнуть ради какого-нибудь там уничтожителя или крушителя или еще какой-то машины, которая меня интересовала. В целом здесь собраны довольно неплохие машины. То, что действительно стоит внимания, это безусловно крушитель, могильщик для любителей интересного геймплея, безусловно уничтожитель, для кого-то фараон, потому что тачка довольно неплохо показывает себя на седьмом уровне. Ну и мне лично безумно нравится лесная ведьма. Все, что находится ниже, ну не сильно стоит внимания. Кошмара в ближайшее время можно будет получить по подписке абсолютно бесплатно. Ну и Мэджай действительно круто отыгрывается на пятом левеле, но покупать большое количество контейнеров или платить за него, допустим, те же самые 9 тысяч голды, чтобы открыть 6 контов, если из трех за 2,5 вы его не достанете, я считаю, это все-таки перебор. Ну не стоит Мэджай 9 тысяч золота. Поэтому я крутить судьбу за ухо, открывая данные контейнеры, не буду. Но с удовольствием посмотрю вместе с вами открытие контейнеров в количестве 45 штук, как я говорил, которые мне прислал Антон. Антох, спасибо тебе большое за присланное видео, дружище, я очень сильно выручил. Мы сейчас все вместе посмотрим на то, насколько реально что-то достать из этих контейнеров, ну и, соответственно, в каком конкретно количестве. Я буду, как обычно, записывать золото, которое выпадает, ну и, соответственно, танки. Ну что, ребят, давайте будем начинать смотреть. Итак, первый контейнер, первый конт я видел, как обычно, потому что обрезал видео в начале, и, как вы видите, золота никакого не выпадает. Из второго контейнера 100 голды. 100 голды и обвес огнегарпун. Ну, в целом, неплохо, хотя маловато по золоту. В отношении огнегарпуна, ребят, пишите, за какую сумму голды вы готовы были бы купить себе данный обвес. Камуфляжик, фон профиля, опять-таки, без золота, к сожалению. Ну, золотишко что-то как-то не падает отсюда. 200 голды, и того, получается, уже 300 суммарно в копилку упало. Дальше обвес и опанка, опанка, фараончик, фараон. Ну, слушайте, фараон, конечно, неплохо. Но только стоит отметить, сколько было заплачено за открытие этих контейнеров. 47500, согласитесь, не так уж и мало. Поэтому, поэтому даже не знаю, пока не знаю. Проводник душ, мне лично нравится данный обвес и еще 100 голды. Кстати, проводника душ просто офигенски можно добавить на фараона, смотрится просто шикарно. 1600 по золоту, благодаря собранным сертификатам. Дальше у нас ничего, но давай еще какой-нибудь танк. 32 контейнера еще осталось открывать из 45, и пока только одна машина. Мне кажется, дороговато пока выходит. Ну, не знаю. Опять-таки, жду вашего мнения в комментариях. Только напоминаю, ребят, без матерщины, для того, чтобы мне не приходилось удалять ваши комменты. Я, даже если солендарен с комментарием, вынужден его удалять, потому что правило канала есть правило канала. Не использовать матерных слов в чатах на прямых трансляциях. Мэджай! Мэджай выпадает, о котором мы говорили. Ну, слушайте, ну, Мэджай, да, окей, хорошо, согласен. Если выпадет еще какой-нибудь крушак, уничтожитель или лесная ведьма, то будет прям вообще персик. Еще 1000 голды, и того, получается, назад 2800 вернулось. 2900. 2900 и... 2900... 3000. 3000 ровным счетом. Дальше ничего. Ну, тут еще бустеры на голду падают, но их считать очень сложновато в отношении того, сколько они золота принесут. Но, как правило, умножайте просто каждый бустер на 15 голды. Если у вас 50% статистика, то как раз 50% побед, 50% поражений. 100 золотом, того 300. И... И ничего. И ничего. Ну, хотелось бы, чтобы сейчас выпала какая-то интересная машина. По типу лесная ведьма, или, я же говорю, тот же самый крушитель, уничтожитель. Что-нибудь такое, знаете, прям действительно, действительно очень мега крутое. Нет. 1000 золота, 400. 400. 400. Ну, маловато, маловато. Может, хоть 10 тысяч выпадет, я не знаю. Опять фон профиля, опять бустеры. Иксы. 28 тысяч свободного опыта. Но! Нет, блин. Тоже нет. Но тут, если выпадает вот так вот 3-4, то, в принципе, ничего не будет в виде машины. Машины выпадают, когда хотя бы там штучек 5-6 выпадает наград. 4300. Поищите тракториста. Ух, блин, меньше десятка контейнеров осталось. Да, ну что ж такое. 7 контов. 7 контов осталось. Но! Давай еще один танк. 500 золота. 4800, ребят. 4800. Вот здесь что-то будет сейчас. 1000 голды. 1000 голды. 5800. Я рассчитывал, что будет машина. Я рассчитывал на танк, который сейчас должен был выпасть. Но! Давай еще. Я отказываюсь верить, что за 45 контейнеров только 2 танка, один из которых 5 уровня. Ну давай, родной. Давай. Давай. Один контейнер остался. Дай напоследок. Но! Ну давай! Да! Да! Нет, блин. Аватар. Все, ребят. Вот такое вот открытие. Никакого тебе ни уничтожителя, ни лесной ведьмы, ни могильщика. Ничего такого. Что выпало? Давайте будем считать. Выпал фараон. И выпал... Выпал Мэджай. Вот. 2 танка. Андрюхе, я бы сказал, не повезло. Ой, сорянчик. Антохе. Простите, пожалуйста. Антох, не обижайся, пожалуйста. Короче, Антохе не повезло, как мне кажется. Потому что контейнеры эти стоят 47500, если я правильно помню. 47500, 2 танка и 5800 вернулось назад. Короче говоря, грубо говоря, там 41 с копейками 1000 золота. За всякого рода шелуху и 2 машины. Вот так вот, ребят. По контейнерам плохая компания. Пишите свое мнение. Если вы за честность на канале, обязательно подписывайтесь на него. И, ребят, обязательно просуньте лайкосик под данным видео. Я буду вам безумно благодарен. Мне приятно, а вам это не стоит ровным счетом ни гроша. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok